Вот очень странные какие-то фрукты или овощи лежат, потому что они забытые, то ли это помидор, то ли яблоко пахнет поразительно, а вот это прямо сережки такие, очень красивое растение, непонятно чем это пахнет. Вот здесь на древних камнях город для птиц, скворечники, очень красивые и замечательные, ими можно естественно пользоваться, в них залетают птицы. А это выставки, которые здесь придумывают, это судя по всему сделали дети, потому что юбка из салафана, из поролона оберточного, из такой вот пластиковый, как пакета выдавленный, да, просто кусок какой-то баллониевой материи, и вот, пожалуйста, женские костюмы. И все это плавно через деревья на этой горе переходит в часовню Андрея Тарковского. Да, эту память сделал Танин и поставил ее, эту часовню, в саду забытых фруктов. Вот она сделана из камней монастыря, привезенную из монастыря, из церкви. И вот здесь гроб, вот эта дверь и улитки. Замечательная, знаменитая. И вот мы положим Андрея Тарковскому сюда забытый фрукт или овощ. Вот. И там, вероятно, часть души его и память Танина. Вот здесь элемент армянской культуры, очень красивый. Хачкар. Как называется? Хачкар. Хачкар, вот. Очень красивый и, судя по всему, тоже пожившая вещь. А это памятник, к сожалению, опять без воды. Вот это дерево. И вот это вот здесь везде течет вода. Вот они, прутики. И из этого дерева бьет вода. Это тоже один из фонтанов, замечательных спроектированных Танин и Гуэра. Вот это социальная скамейка, где можно садиться и поворачивать спинку. Так, что ты будешь видеть собеседника. Если тебе удобно так, то ты можешь сесть вот так. Если тебе удобно так, то ты садишься вот так. Поворачиваешь так называемые социальные скамейки. Они есть в разных местах. Вот. А там замечательная совершенно арка не для триумфаторов. Это не триумфальная арка. Это арка для простых людей, где каждый человек может пройти, наверное, задумать какое-то свое желание. Вот. И рядом стоит изумительная улыбка. Мы сейчас... Улитка, да. Которая вызывает улыбку, оговорилась. Вот это замечательно. Каждый человек может пройти через эту арку. И она так и называется. Не для тщеславных людей. А вот такую улитку мы сегодня с утра видели, которая торжественно ползла рядом с кухней Лоры и Танина. Где нам давали потрясающий завтрак. Вот я сейчас пройду через арку не для тщеславных людей. И надеюсь, что это будет абсолютно искренне. Спасибо.